Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И мы обсуждаем такую тему, как подкормка перцев после формирования первой волны урожая. Если у вас такая же картина, как и у перца, который находится в моей теплице, а именно первые плоды уже сформированы, они активно растут и даже начинают созревать, приобретая характерную окраску, то обязательно присмотритесь, хватает ли растениям для дальнейшего цветения, завязывания будущего урожая, питания. Если мы будем осматривать кусты перца и заметим печальную тенденцию в виде опадания цвета, опадания завязей, то это будет говорить о том, что растению действительно не хватает элементов питания. Перец любит такие элементы питания, как калий, кальций и ряд микроэлементов. Поэтому, когда мы подбираем удачный препарат для подкормки, то обратите внимание на формулу. Желательно, чтобы там было пониженное содержание азота или содержание азота на уровне с фосфором и калием. Например, подойдут такие удобрения универсального назначения с формулой 20-20-20. Также хорошим удобрением будет являться кристаллон специальный, в котором содержится помимо ряда микроэлементов НПК-18-18-18. Если мы будем подкармливать наши растения минеральными удобрениями, то имеет смысл добавить в них органики. Например, гумат калия, который помимо того, что будет способствовать лучшему усвоению элементов питания минерального происхождения, также он будет являться дополнительным источником калия. В среднем содержание калия в гуматах 10-12%. Если мы принимаем решение об органических подкормках, следует анализировать, из каких продуктов мы их готовим. Если мы готовим традиционное зеленое удобрение, то однозначно оно будет являться источником калия. Напомню одну простую формулу приготовления зеленого удобрения. Вся зеленая трава, свежескошенная, газонная или крапива, которую вы найдете у себя на участке, кладем в бочку ориентировочно объемом 100 литров до половины. Также не забываем туда добавить по возможности луковую шелуху. Для лучшей ферментации можно добавить половину пачки дрожжей и настаивать это вещество ориентировочно 5-7 дней, в зависимости от погодных условий. В качестве профилактики дефицита кальция у растений томатов можно использовать строительную гашеную известь без добавок. Из расчета 1 кг гашеной известия заливаем 10 литрами воды. Настаиваем этот раствор, пока вода не станет прозрачной. Затем берем 1 литр этой прозрачной воды, доводим до рабочего раствора объемом 10 литров и также проливаем наше растение. Не забываем, что любая подкормка органическая или минеральная проводится не реже одного раза в неделю, для того, чтобы наши растения формировали хороший урожай. И в конце данного видео я хотела бы показать, как восстанавливается перец, который был спален мною ранее из-за неграмотной подкормки. Из боковых пазух начали появляться новые листики, соответственно перец начал наращивать новую вегетативную массу. Будем за этим следить и надеяться на урожай. На этом я заканчиваю свое видео. Желаю вам всего доброго! Оставайтесь на канале про цветов, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!